всем привет это инфокар мы с яриком прилетели в каталонию чтобы протестировать абсолютно новую тачку mercedes е-класс в кузове купе но я не понимаю зачем потому что купе не особо популярны у нас это не совсем то что нужно с нашим ростом но есть одно но тачка просто офигенная да немцы не пошли простым путем уменьшение количества дверей уже очаровавший всех ешки купе заметно отличается формами оптикой и конечно же силуэтом стратегия уже удачно проверенная на седане берем крутой образ старшей модели с купе и реализуем более компактной и доступной форме профит одному мне уже принялись диоды в задней оптике давно ждал когда же кто-то придумает что-то свеженькое и вот пожалуйста кристалл лук тема по цене поддержанного купе от хендай но выглядит очень круто в нашей стране наверное никогда не куплю себе кузов купе но если уж пофантазировать с кем сравнивать из чего выбирать бх шестерка до согласен audi a5 моем понимании ну такое ну и из японцев разве что инфинити q60 получается на первый взгляд у ешки неплохие шансы своей ниши но давайте разбираться деталь конечно же душа интерьера купешки те же экраны на которые все восхитировали в седане мерси они не просто большие как в лексусе а еще и с достойным разрешением и изящной графикой но все же я жду когда они уже превратятся в один сплошной монитор без вот этого разделения с другой стороны у бмв к примеру нет и такого пожалуй главное дизайнерское отличие от салона седана вот эти вот два уникальных цвета кожи яхт блу как у нас и титан ред именно в таких цветах нужно комплектовать купешку иначе вас просто не поймут мне нравится как в мерсе сейчас устроены сенсорные кнопки на руле когда впервые услышал боялся что будет фигня но на практике действительно удобно и предсказуемо но самое интересное другое я реки тоже места впереди хватает вполне странно и мне интересно а сзади реально ощущается огромный вес двери вещь так я надеюсь электропривод знаете как для купешки походу даже шикарно однозначно зачет и для ешки это действительно существенное преимущество в своем классе ну а что вы хотели плюс 12 сантиметров в длину плюс 7 ширину и даже плюс 6 в высоту это фактически плюс один класс что что багажник чуть приколупались этаж купе есть и хорошо картошку возить берите rapid ну а теперь пришло время поднять капот и так первое время ешка купе будет доступна в четырех исполнениях дизельная е-220 для европейских пенсионеров бензиновая е-200 для американских полноприводная бензиновая е-400 с тремя литрами для тех у кого не хватит денег на амг и бензиновая двухлитровая е-300 четко для меня поехали а вот девятиступенчатый автомат абсолютно для всех независимо от континента и возраста и до выходцы с кавказом могут быть спокойны полноприводная версия а мг тоже будет но потом пока же полный привод доступен лишь в топовой 333 сильной модификации и е-400 остальные вариации задним это первый мерс от которого я реально тащусь за рулем которого я реально тащусь интерьер комфорт пневматики тишина в салоне и бурместер с альтернативной музыкой со смартфона ярика аэродинамика здесь позволяет открыть все окна и люк и ехать относительно комфортно на скорости где-то до 80 километров в час практически кабриолет это совсем новый мерс не похожие на другие если вы знакомы со многими моделями бренда попробуйте эту будет интересно в нем нет и не надо спорта нет агрессивных настроек руля да и порой можно почувствовать валкость в резких поворотах но в нем столько духа гран туризма сколько не было пожалуй даже в самом цели и мне честно говоря сложно объяснить почему я купе это не флагман бренда но сегодня он похоже в авангарде сохраним свой классический стиль немцы нарисовали его салон настолько впечатляющим что порой кажется что ты за штурвалом самолета или яхты особенно в этом цветовом исполнении но я правда не знаю сможет ли камера четко передать цвета но кое в чем я ошибся не хочу движок не 300 мало часто возникает желание втопить на все деньги и тогда заметно что здесь всего 2 литра хоть и прокачаны до 245 сил чудес не бывает медленная реакция на газ и скучноватый разгон не то хочу е400 уже прокатился он мой идеал а и 300 это какой-то самообман так что готовьте плюс 10 тысяч евро именно такая доплата за трехлитровый мотор вообще же в европе купе в бомж комплектации стартует с 54 тысяч евро то есть у нас нормально укомплектованный с хорошим двиглом он потянет не меньше чем на 80 штук чуваки это больше чем купе поверьте жить бы в стране с нормальными дорогами и без налогов ложка дегтя есть всегда в тестовых машинах ею оказалась навигация до наркоманы на лавках у подъезда соображают быстрее она еще и умеет зависать именно в тот момент когда близится решающая развязка или поворот позорище надеюсь это поправит итак резюмирую пока это самое приятное самое сбалансированное купе на котором я ездил и в принципе ему под силу перетянуть на темную сторону даже заядлых кроссоверщиков по крайней мере я уже одной ногой там да дурная цена эти глюки электроники но я все равно его хочу снято что я не с хочет и я декупа надо что-то большое потестить там же ландровер вроде новый было подписывайтесь наконец-то появился круиз-контроль который не просто держит заданную скорость а учитывает ограничения то есть это следующий шаг в автопилоте до тесла еще далеко но вот уже минут пять я пытаюсь заснуть все нормально все план аккуратно безопасно она не спешит выключаться что за фигня уже должно должно было давно пропищать нужно вернуть руки за может вы не в курсе что мы едем завис не нужно чтобы чтобы а вот оно все началось но по времени пока что это рекорд до сколько разрешали такие системы ехать а секунд 10-15 каких секунд 10-15 я давно включил не говорю что другие системы но да а ну что будет делать будет тормозить так она уже тормозит слышишь вот тормозит вот типа сильные рывки ну вот она вообще по ходу хочет полностью да прикольно да да и нас кашкай пытался сходу а погнаде сейчас по дофиге и поехали поехали